Разговор вне игры на Спорт.ФМ Да, друзья, друзья, еще раз добрый день. Как и обещали, в нашем эфире начинается разговор вне игры. И к нам пришли наши гости, которых я сейчас с удовольствием и представлю. У нас сегодня в гостях в эфире нападающие хоккейного клуба Амур, Дмитрий Лугин и Михаил Фисенко. Добрый день, ребят. Добрый день. Здравствуйте. И ваши ведущие сегодня Сергей Щербаков и Владимир Лозовой. Привет, Владимир, давно не виделись. Здравствуй, Сергей. 757407, уважаемые радиослушатели. Это традиционный телефон нашего традиционного прямого эфира. Звоните на протяжении ближайшего часа. Мы будем разговаривать с игроками Амура, как уже сказал Сергей. Это Михаил Фисенко и Дмитрий Лугин. И, соответственно, задавайте свои вопросы, какие-то пожелания. Мы надеемся на конструктивный разговор, на конструктивную беседу. Что называется, из первых уст можно узнать какие-то вопросы. Ответы на вопросы, которые вы, может быть, обсуждали, но не было возможности их задать. Сейчас такая возможность у вас есть благодаря СпортФМ Хабаровсу 7.5. Итак, наш телефон 757407. Пожалуй, начнем. Да, друзья, звоните, задавайте вопросы. Дмитрий и Михаил с удовольствием на них ответят. Ребята, вот первый вопрос. Мы так традиционно начинаем с такого, может быть, немножко неожиданного, наболевшего вопроса. Вот вам такой вопрос. Может быть, это не совсем вопрос к вам, как к действующим игрокам, хоккеистам. Может быть, это все-таки вопрос к руководству клуба и так далее. Но все-таки, вот ваше мнение, хотелось бы узнать. Как вернуть болельщиков в Платинум-арену? Вот такой немножко острый, такой вот немножко, может быть, неожиданный вопрос. Извиняюсь сразу, если что. Ну, давайте я начну. Да, Михаил Фисенко, ваше мнение интересное. Ну, во-первых, мне кажется, что с болельщиками нужно обязательно работать. С болельщиками должна происходить работа постоянно. И какие-то акции, конкурсы, и обратная связь с болельщиками очень важна как для хоккеистов, так и для болельщиков. То есть мы, в принципе, никогда не отказываем в общении. Поэтому предложения, если нам будут поступать о встречах или каких-то мероприятиях, которые способствуют тому, чтобы больше популяризировать наш спорт, то, конечно, мы только за. Мы с удовольствием будем встречаться, общаться с болельщиками. Михаил, ну, а может быть, все-таки вопрос, понятно, что в различных шоу-программах, тем более мы потом поговорим, вы были за океаном, да, играли? Ну, я был, да. Да, ну, об этом мы поговорим. Вы, вероятно, видели все это, и есть вам с чем сравнивать. Я думаю, что несколько разные вещи, да, наверное, там шоу-программа в Америке и в России. Да, да, есть разница, конечно, безусловно, но я хочу сказать, что в некоторых городах и у нас происходит очень хорошая работа с болельщиками, то есть есть результаты. Если на стадион люди приходят вместе с детьми и семьи, то, наверное, в каких-то городах все делают правильно. Ну, это, например, тоже питерский СКА, да? Естественно, да. Ну, понятно, но там, где есть деньги, там есть и шоу-программа. Я об этом имел в виду. Я про другое, что сейчас вернуть болельщиков одними шоу-программами, возможно, недостаточно. Одних шоу-программ, скорее всего, речь еще идет об игре, да, о результатах. Конечно, это, наверное, в первую очередь самая главная причина того, что сейчас меньше народу на нас ходит. Конечно, самим эта ситуация не очень нравится, когда трибуны полные, то и атмосфера совершенно другая. И как для нас, так и, наверное, ну, всем хочется, наверное, чтобы правильно были аншлаги на платину, как это было там несколько лет назад. Вот, поэтому, конечно, все зависит от результата нашего. Я соглашусь с Михаилом, потому что с болельщиками нужно, конечно, работать с детьми. Много детей приходит на хоккей. Нужно, мне кажется, разыгрывать какие-то конкурсы в перерывах, чтобы дети могли выйти на площадку, там, покидать шайбу, я не знаю, в твои ворота, там, забить гол какой-нибудь. Ну, и, конечно же, без результата, который мы даже сейчас показываем, живу вернуть болельщику. Поэтому мы сами должны показывать хорошую игру, прежде всего. Если будет хорошая игра, то болельщик обязательно вернется на трибуну. Потому что раньше это была визитная карточка платином арены, 7-100, каждую игру. Ну да, 7-100, я помню прекрасно, перед матчами Амула, когда еще матч даже не начался, уже в официальном протоколе написано 7-100 зрителей. То есть даже, можно сказать, авансом, да, вот те люди, которые занимаются протоколированием, они авансом писали полную платину арену. Ну, так оно и было, да? Да, может, даже чуть больше, потому что все равно были места, где можно было сесть, там, стоять хотя бы, смотреть хоккей. Город болел хоккеем. Сейчас такого нет, к сожалению. Вот, видишь, Сергей, даже игроки Хабаровского клуба, сами игроки подтверждают то, о чем мы не раз говорили в эфире с болельщиками, друг с другом, да, о том, что необходимо все-таки, помимо непосредственно хоккея, еще как-то красивую обертку всего этого дела. То есть розыгрыши и какие-то шоу-программы. Но это уже вопрос, наверное, денег. Да, сегодня мы и эти вопросы еще зададим. Друзья, если у вас есть свои вопросы, пожалуйста, 757407, игроки Амура с удовольствием на них ответят. У меня вопрос Дмитрию Лугину. Дим, скажи, пожалуйста, это я вопрос тебе задаю не только как ведущий спортфм Хабаровска, как и комментатор хоккейных матчей из Платинум-арены. Многие журналисты, наши с Владимиром коллеги, постоянно говорят то Лугин, то Лугин. Вот, Дим, я понимаю, что тебя этот вопрос уже достал за время твоей карьеры, но тем не менее, давай поставим точку. Вот сейчас нас весь прогрессивный Хабаров слышит. И скажи вот сам лично Лугин или Лугин, потому что версии вот всего две, но они постоянно меняются. Вообще правильно. Я в Москве, мне тоже подходили, спрашивали, как твою фамилию правильно говорить. Я сказал то, что Лугин на ин окончание. И, буква И, да, ударная? То есть Лугин. Лугин, правильно. Игорь раскрыто. Прекрасно, прекрасно. Вот сейчас в этом вечном споре местных хабаровских и не только хабаровских журналистов наконец-то поставлена точка. Дмитрий Лугин сейчас сказал, что он на самом деле не Лугин, а Лугин. Я правильно, Дим, говорю? Теперь у меня следующий вопрос по поводу вчерашнего дня. Вчера вы вообще впервые в Ерофе-арене оказались? Да, я вообще первый раз на хоккейском. Я тоже первый раз вчера был. Не удивились, что вратаря клюшки нету? Да нет, я знал, что он без клюшки играет. Ну как вам, просто давайте уделим этому немного времени. Просто интересно ваше мнение. Я вчера замучил соседей, которые со мной сидели на трибунах вопросами по поводу правил, по поводу экипировки, по поводу всего. Потому что для меня это первый раз. И устали люди вчера от меня на хоккее некоторые. Ну я знал, что там правила похожие на футбольные. Там есть синяя карточка, штрафные, угловые. Ну во-первых, там таймы. Да, таймы. Во-вторых, здесь 11-метровые. Ну не совсем 11 метров. 11 метров, пенальти. Поэтому сначала мне как-то казалось, много катаются просто. Бросков практически не было. Но во втором тайме наши ребята собрались и показали очень хорошую игру. И много голов было. Мне очень понравилось. Ну в общем, интересно было. И болельщики, и сами хоккеисты, которые играют в русский хоккей, в хоккей с мячом, они гордятся тем, что это один из самых скоростных видов спорта. Потому что, ну сами видели, да, площадка огромная, поле огромное, да. И разогнаться есть. Это не вот эта коробка, в которой вы играете, да, где место, ну прямо скажем, поменьше, чем в хоккее с мячом, да. Вот как вам скорости, которые показывают игроки во время матчей по Бенге? Ну, да я бы не сказал, что с большей скоростью, наверное, просто у них на самом деле больше площадка. И, как мне показалось, они очень мало тормозят, наверное, из-за того, что им приходится очень много бегать по полю. Вот. У нас немножко, наверное, по-другому все происходит. Ну ты абсолютно два разных принципа, на это понимаю. Да, и на самом деле у нас-то на Платинум еще не самая маленькая площадка. У нас вообще по хоккейным меркам тоже большая площадка на Платинум. Тоже в Владивостоке она меньше, да? Да, во Владивостоке она меньше. В Владивостоке там разогнаться очень тяжело, там места практически нет. А таким медленным игрокам, как Дима, им еще тяжелее разогнаться, тем более, на таких маленьких площадках. Ну да ладно, медленные. Так, теперь вернемся, наверное, все-таки от хоккея с мячом, к хоккею с шайбой. С удовольствием. Еще раз напоминаю, уважаемые радиослушатели, что у нас в гостях игроки Амура, Михаил Фисенко и Дмитрий Лугин. Итак, если вспомнить начало этого сезона, был новый тренер, господин Леонова. Кстати, по поводу тренера, ваше мнение, не знаю, ответите или нет, я, в принципе, пойму, да, если скажете нет. Что касается тренера Леонова, что пошло не так? Мне кажется, мы хорошо подготовились к сезону, мое мнение. С ним, да? С Леоновым. С Леоновым. Ну у нас в первой же игре сразу же сломался Леша Муругин. Еще какие-то травмы у нас сразу же начались. Это вот с Адмиралом, да? Да, сразу в первой игре у нас, по-моему, и защитники кто-то сломался. Саня Логинов сломался. Не безызвестный Саня Логинов. Леша Муругин. И у нас сразу же мы поехали на выезд, играли с очень серьезными командами. Борис, Уфа, Омск. И мы с ними сыграли что-то за месяц, по-моему, по две игры сразу. И было очень тяжело играть, потому что многие ребята первый год играли в КХЛ. В высшей лиге ребят подписали. И не сразу все вкатились, не сразу все понимали требования, может быть. Тем более с одним вратарем, там нам бросали по 50 бросков каждую игру. Конечно, нас Боря выручал очень много, но нагрузка все равно сумасшедшая, правильно? Боря это Сергей Борисов. Сергей Борисов, да. Мы просто командива Боря называем. Поэтому без Мургина было тяжело и без мировых. Так а почему травмировались, это как связано, может быть, перетренировались как-то перед сезоном, не знаю. Или это просто травмы, ну. Да, много нюансов всяких, это и можно перетренироваться, можно не детренироваться, может быть, просто дело случая произойти. Не, я к чему говорю, может быть, много было какой-то неразумной физподготовки перед сезоном, там много. Да нет, Луга сказал все правильно, что, в принципе, мы летом хорошо поработали, подготовились, поэтому мне кажется, что дело не в подготовке. И я считаю, что мы к сезону хорошо подошли. То есть, по вашему мнению, вот, скажем так, повлияло то, что именно травмы, да, травмы игроков повлияли на... Ну, один из факторов, да, то, что травмы, да, мне кажется, да. Ну, повлияли. Я не хочу оправдоваться, там, не хочу говорить, что если бы нас все были в строю, мы обязательно бы всех выиграли, шли на первом месте. Нет. Но без травмированных игроков нам было очень тяжело. Тем более с одним вратарем. Да. Вот немного в продолжении, да, темы нынешнего сезона, да, вот у вас вы наверняка, как профессионалы, да, как профессиональные хоккеисты, достаточно много внимания уделяете своей личной статистике, да. И вот сейчас по статистике у вас у каждого, да, и у Михаила Фисенко, и Дмитрия Лугина по 11 заброшенных шайб, да, в этом сезоне. Вот у вас есть какая-то, вы одногодки, вы друзья, вы играете в одной команде, у вас какое-то производственное такое соревнование, есть там лага? Как называется конкуренция? Конечно, есть. Вообще, Дима... У меня нету. У него есть. Дима, Дима, Дима со мной соревнуется. Он соревнуется. Он соревнуется со мной во всем, пытается меня переиграть, вот, но я не уступаю ему. Ну да, сейчас пока у вас 11... А он, кстати, больше забил, у меня на самом деле 10 голов, я там попал просто, мне должны списать один гол, я попал там у Марсела Гашчика. Меня наоборот должны один записать, так и не записали. В ногу попал, записали на меня, на самом деле, а то он забил. Ну, то есть, возможно, да, Дмитрий Лугин выйдет вперед в вашем таком немножко неофициальном соревновании, да? Откровенно говоря, он сильнее, он будет посильнее в нашем соревновании. А как же, ну, получается, одно амплуа, получается, играете в одной команде, то есть, как сильнее? Я вот этого понять не могу. Я могу объяснить, я могу объяснить. Пожалуйста. Я вот с ним играю весь сезон, и он меня просто... Первый сезон? Ну, нет, вот мы, извини, весь сезон играем, вот этот. То есть, мы все игры практически провели в одном звене. Ну, не практически, наверное, все. Вот, и он меня тянет за собой. Я просто так вот ухватился за него. И он меня несет весь этот сезон уже. Ну, еще чуть-чуть осталось. Так, у нас телефонный звоночек. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. А, вот, добрый день с вами, Мурин. Здорово, Лид, Евгений. А, Евгений, здравствуйте. Евгений, пожалуйста, у вас есть вопросы к хаистам? А, я бы хотел бы пожелать сначала. Второй вопрос. Ребята, что держит в Амуре? То есть, я понимаю, что есть же другие предложения. Почему не рассматриваете такие возможности? Ну, я не говорю про грандов там, СКА, ТСКА, а тот же трактор, автомобилист. То есть, вопрос, что держит в Амуре, да? Да. Все? Второй вопрос. Спартак должен жить? Спасибо, мы вас услышали. Спасибо, до свидания. До свидания. Я сразу говорю, друзья, что нам звонил наш постоянный слушатель Евгений. Евгений, болельщик Спартака. Да, вот я, чтобы вы знали, да, почему он интересуется судьбой этого столичного хоккейного клуба. Итак, два вопроса. Спартак будет жив, и что вас держит в Амуре? Как, что держит в Амуре? Во-первых, у нас контракты с Амуром. До следующего года. До следующего года. И не так просто ты захотел, перешел в другой клуб. Нужно выполнять контрактные обязательства. И ты до 28 лет, грубо говоря, принадлежишь Амуру. И если клуб какой-то захочет тебя выкупить, он должен заплатить очень приличную компенсацию за тебя. Или же и клуб наоборот. Амур должен от тебя отказаться, выставить тебя на драфт отказов. Либо просто с тобой расторган контракт, либо просто обменять. Но нас не обменивают, значит, мы нужны клубу пока что. Будем выступать за Амур. Мы довольны. Нас тоже вроде пока не выгоняют. Поэтому вот пока здесь играем. Не выгоняют довольно. Нет, ну да, как все сказать. Нас не выгоняют, наверное. Ну, нам здесь хорошо. Тем более Луга дома играет. Я тут уже тоже не первый год. И пока вроде руководство не говорил нам о том, что нам нужно выйти. Ну, вы три года, да, Михаил, по-моему, играете? Ну, практически три. Практически еще 20. Контрактов, по-моему, у меня еще один год, да. У меня еще один год, да. То же самое у Дмитрия Лугина. Правда, он всю жизнь в Хабаровске родился. Вырастут, делал первые шаги, да, получается. И держит еще тебя, Дмитрий, то, что сам-то хабаровчанин родился здесь. Вот и все. Наверное, так, нет? Ну, да. Не, ну, а если честно, вот так вот, положа руку на сердце, в каких бы клубах из КХЛ хотелось бы себя? Ну, объективно и адекватно попробовать. Ну, есть какие-то прикидки. Но все равно, что вы в любом случае прикидываете какие-то. Вот если бы так, то я бы вот так. Тяжело судить, я не знаю. Конечно, мечтать можно о многом. У меня мечта была сыграть в НХЛ за Детройт-Ратуни. Это за Детройт? Да. А если КХЛ? КХЛ я ни о какой команде не мечтал. А, то есть нету. Я просто хочу в полу-офф сыграть. Я вообще еще ни одной игры на взрослом уровне вообще не сыграл ни одной игры в полу-офф. Поэтому мне без разницы, какая команда это будет. Я просто хочу сыграть в полу-офф. И, в принципе, вот такая вот задача стоит. А если из НХЛ, Детройт, Дмитрия у вас? У меня не было чего-то такой мечты, на самом деле. Я, конечно, хотел... Ну, а за кого из НХЛ, в принципе, предпочтение? Я болел за Пизбург всегда. Пизбург, да? Ну, теперь мы узнали, да, предпочтение из НХЛ наших хоккеистов. Дмитрий Логин болеет за Детройта. Михаил Офисенко предпочтение дает пингвинам. Пингвинам, да. Спартак будет, должен жить? Спартак, конечно, должен. И, по-моему, уже много где писали, что Спартак будет в следующем сезоне участвовать в чемпионате. Поэтому это хорошая новость для болельщиков и для нас. Ну, судя по тому, как сейчас складывается экономическая ситуация в стране, мы еще посмотрим, что там в следующем сезоне будет. Хотя сегодня по новостям тот же Медведчак подтвердил, что якобы в следующем сезоне он будет выступать. Хотя вчера ходили слухи о том, что он вроде бы как снимется с чемпионата КХЛ. Посмотрим, да, не будем загадывать, что экономическая ситуация очень какая-то шатка. По поводу экономической ситуации не могу не спросить по поводу денег. Вот у вас, по-моему, в декабре начались первые задержки по заработной плате. Там два месяца, по-моему, она была. Ну, это интересно и нашим радиослушателям. Нам не секрет, что заработная плата у игроков-хоккеистов достаточно достойная. В рамках чемпионата, в рамках КХЛ. Отсутствие заработной платы, задержка ее каким-то образом сказывается на психологическое состояние в команде, на... Ну, я говорю так, как нам звонят люди и спрашивают. Да, вами зарплату не дают, поэтому они не хотят играть. Да, я бы сказал, что как-то на нас сказывалось, по-моему. Я не слышал ни от кого жалоб, по крайней мере, и от ребят, с которыми общаюсь. Я, в принципе, со всеми из команды общаюсь, и никто не жаловался на это. Может быть, какой-то дискомфорт был, у кого семьи, кому нужны были деньги, но... Ипотеки, не ипотеки. Да, да, но разговоров никаких по этому поводу не было, и перед нами, в принципе, погасили все задолженности, поэтому особого дискомфорта по этому поводу не было. Я хочу одно сказать, то, что когда ты выходишь на лед, на игру, ты не думаешь, там, ты должны денег заплатить, ты не будешь плохо играть, ты выкладываешься полностью. Что тоже многие болельщики подходят, думают, вот, вам деньги не дают, вы поэтому плохо играете. Нет, не по этому. Ну, я и задал этот вопрос. Там звонят и спрашивают, действительно. Нет. Ты никогда выходишь на игру, ты ни о чем не думаешь. Ты просто выходишь и играешь в хоккей, стараешься выиграть. Как бы ты не думаешь, что вот тебе не заплатили, а ты сейчас под шайбу, я не буду ложиться, или я не буду голы забивать, такого нет, поверьте. Ну, если вот брать матчи, например, вот крайняя игра, которую Амур провел здесь, в Хабаровске, в Платинном арене, да, обыграли Кузню, Михаил Фисенко забросил шайбу, ну, кстати, с голом, с голом, поздравляем. Спасибо большое. Там Дим Логин передачу еще тоже сделал мне, когда я забивал, кстати. Вот. Ну, я видел, что там Литовченко очень хорошо на пятачке отборолся. То есть, по сути, как бы, большую часть работы он сделал, да, все-таки. А, Дим, твоя передача, получается, была второй, да, получается? Да, но там был не Слава Литовченко, там был Шпирка. Слава Литовченко не было. Он участвовал в первом году, второй был я, Миша Фисенко и Шпирка. А, ну, может быть, что-то я там перепутал, прошу прощения. Вот лично мне, когда я смотрел, комментировал этот матч, мне показалось, что, если мы сейчас будем разбирать немножко игровые такие нюансы, техника, тактика там и так далее, мне показалось, что у команды, это больше, конечно, опять же, не к вам вопрос, как к нападающим, может быть, больше к защитникам, но все равно, вы же присутствуете на площадке, игру видите, все прекрасно понимаете. Мне показалось, что у Амура вот сейчас под занавес чемпионата сложились проблемы, возникли проблемы с выходом из своей зоны. Вот как считаете, вот как этот компонент игры немножко, так скажем, подтянуть, наладить? Или мне показалось, или все нормально? Ну, у нас тренера этот компонент подтягивают. Мы просто, как правильно сказать, исполнители. То есть просто кто-то хорошо исполняет, кто-то не очень хорошо, но тактику и стратегию на игру прилагает тренер. И все, что мы, в принципе, делаем на льду, это вот тренер ставит задачу, и мы просто стараемся на льду ее исполнить, выполнять. Это своего рода армия определенная, да? Ну, не армия, конечно, у нас нету таких жестких рамок каких-то. Нас из-под палки никто не заставляет, конечно, мы можем провезти. Инициатива здесь должна быть, но такая разумная, да? То есть как тренер установку дал, так вы, собственно, и действуете. Да, да, совершенно верно. Понятно. Тогда сразу вопрос о тренере, да? Возвратимся, Сергей, немножко по поводу Леонова спросил. Да, и в продолжение, да, на тему установки, все-таки господин Раутокорпи Финн, вот. И, насколько я знаю, он по-русски, он не очень хорошо разговаривает. Ну, там переводчики же есть. У нас второй тренер в совершенстве говорит на финском, поэтому он переводит на русском. То есть как происходит процесс общения вот вас, как подчиненных, да, и главного тренера, как главного тренера? То есть как общаетесь? Ну, если игрок знает английский, тренер разговаривается на английском языке, и если же нет, то он и вызывает игрока, и через Баркова переводит. Поэтому проблем вообще нет с языковым барьером, все нормально. Много игроков Амура знает английский? Ну, вот я Луге перевожу, когда тренер на английском разговаривает, я ему перевожу. Не, я знаю немного английского. Миша у нас в совершенстве говорит. Иногда он установка переводит. То есть получается здесь о какой-то элементе случайности, что Миша не так переведет, и команда вдруг возьмет и выиграет. Неожиданно, да? Такое счастье не бывает. Да нет, это на самом деле шутка. Понятно, понятно. Но Луге я на самом деле перевожу, потому что он вообще не может по-месту разговаривать. Поэтому приходится иногда выполнять. В общем, никаких недопониманий, но твой вопрос ответ такой, что все нормально переводится, и все отлично. По поводу, опять же, вот тренеров. Леонов покинул команду, пришел Ротокорпи. Кардинально поменялся подход? Ну, у них, я хочу сказать, ну, разные взгляды на игру. По крайней мере, что касается тренировочного процесса. Ну, вообще все тренеры у нас поменялись, и по физподготовке, и второй тренер. Только вот по вратарям остался. Поэтому остальные тренеры все поменялись. Но, естественно, они со своей идеологией пришли и по-другому видят хоккей, наверное. Ну, да, соглашусь с Михаилом. Совершенно другая стратегия была. Много видеоразборов, собраний очень много было. Особенно в начале он пытался быстрее донести нам свою тактику. Ну, что еще сказать. Он многое изменило в подходе в раздевалку, допустим. Он выделил нам отдельную раздевалку, чтобы мы могли снять себе верхнюю одежду, надеть тапочки и в раздевалку только заходили, ну, в корту, в майке. То есть, чтобы верхней одежды не было. Чтобы в шкафчиках все было ровно, висело. Форма у всех одинаковая. Ну, он много что внес нового и полезного, считаю. Вот такой вопрос. Регина, с минуты осталась. Да, ну, и я быстренько задам. Вот в двух словах, буквально каждому вопрос. Ваша первая заброшенная шайба. Где, когда и кому? Я сбил в КХЛ. В Партаку мы выиграли дома. Та была крупная победа, честно говоря. Я не помню, сколько мы забили. Но мы забили много штук. Семь, наверное. И помню мне... Защитник у нас Финни говорил. Я забыл фамилию, честно говоря. Седьмой номер у нас играл. Менте? Столько не промазал. Я ему благодарен за тот гол. В общем, Спартаку первый. Спартаку, да. А вы, Михаил? Я за Хабаров первый гол забил. Я не помню сейчас кому. Ну, я не помню. Не могу тебе рассказать. Врать не буду. Но будем читать тоже Спартаку. Но Спартак должен жить, да. Мы уже об этом договорились практически. У нас заканчивается первая половина нашего разговора. Сейчас мы перейдем на новости. Послушаем, что интересного произошло в мире. И минуты через 4-5 мы вернемся в студию. У нас в гостях Михаил Фисенко, Дмитрий Лугин. Игроки Амура. 7-5-7-4-0-7. Телефон нашей студии. Разговор. Разговор вне игры. На Спорт.ФМ. Да, друзья. Продолжается наш разговор вне игры. Я напомню, что у нас в гостях сейчас нападающие хоккейного клуба Амур. Михаил Фисенко и Дмитрий Лугин. Продолжаем наш разговор, друзья. Вот у меня сразу такой вопрос. Но, простите, прежде чем я задам этот вопрос, я напомню наш номер телефона. 7-5-7-4-0-7. Друзья, дозванивайтесь и задавайте свои вопросы. Будем с радостью на них отвечать и комментировать. Вот буквально вчера вечером или сегодня утром, точно не помню, появилась информация, кстати, на официальном сайте Амура, что ваши друзья-коллеги по команде Миклик, Гашчак и Мянтюля, Мянтюля, по-разному в принципе можно называть. Я думаю, никто не обидится. Так вот, они вызваны в национальные сборные свои. Соответственно, Словакии и Финляндии. На этап Евротура, на матчи Финляндии, Швеция, Словакия со своими соперниками. Вот у вас есть такой элемент в хорошем смысле зависти? Потому что вызов в национальную сборную – это всегда круто, в любом виде спорта. Ну, зависти никакой нет. Мы должны им завидовать. Конечно, тоже хочется попасть в сборную. Это, наверное, мечта любого хоккеиста выступать в сборную своей страны, представлять ее на международных турнирах. Поэтому мы будем работать и стараться туда попасть. У нас есть телефонный звонок. Алло, вы в эфире. Мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте. Валерий зовут. Валерий, здравствуйте. Задавайте вопрос у нас в студии. Вопрос технический. На каком желобе ребята катаются и вес игроков? Еще раз. Я понял. На каком желобе ребята катаются и вес игроков? Еще есть какие-то вопросы? Да нет, больше нет. Спасибо. Спасибо. Ребятам удачи. Спасибо. Я катаюсь. У меня желоб 21-22. На самом деле не могу определиться с ним. У меня точильщик всегда по-разному точно. Но где-то 21-22 у меня. А вес у меня 92-93 тоже такой. Плавающий килограмм туда-сюда. Пороший здесь. Желоб у меня тоже 21-22 иногда бывает. А вес мой 87-88 килограмм плавающий. Ну вот, ответили мы на вопрос Валерия. Его интересовал желоб и вес. Видимо, для себя какие-то выводы человек сделал. Продолжаем разговор. Да, вот у нас сразу такой вопрос. Если мы говорили о предыдущей встрече, я задам свой вопрос попозже. У нас есть радиослушатель, у него свой вопрос. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день всем в студии. Добрый день, Михаил, Дмитрий. Здравствуйте. Вопрос можно задать, да? Да, конечно, задавайте. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в преддверии чемпионата, то есть сезона, да, какую задачу вам ставит руководство? И ставит ли оно вот такую задачу, то есть быть первыми в дивизионе или вообще завоевать Кубок Гагарина? И если такую задачу мне ставить, то какую в принципе? И меняется ли задача в процессе самого чемпионата? Да, то есть в зависимости от игры и занимаем вам место. Спасибо, удачи вам. Спасибо. Ну, я в команде уже три года, наверное, или четыре, уже сейчас не могу сказать. И каждый раз нам ставят задачу выйти в плей-офф. Больше нам никаких задач не ставят. То есть в начале сезона? В начале сезона нас собирают. Который сезон, да? В который сезон нам ставят задачу выйти в плей-офф. Выход в плей-офф. Другой задачи нам никогда не ставили. И учредители, и тренеры, в общем-то. Ну, да. Ну, да, мне кажется, это такая просто задача, которую вполне реально осуществить и выполнить. Поэтому, чтобы уже не было там чем-то заоблачным. Поэтому нам, конечно, не говорят, выиграть клуба Гагарина. Это уже по мере поступления. А первая очередная задача – это попасть в плей-офф. То есть вы считаете, что попасть в плей-офф для Амура, для хоккейного клуба Амур – это, в принципе, выполнимая задача. Несмотря на то, что мы от Москвы находимся, да, за 7 тысяч километров, несмотря на то, что бюджет у нас не самый, мягко говоря, хороший, соответственно, состав клуба, как следствие, тоже достаточно, ну, не топовый, да, назовем. То есть, несмотря на все вот эти составляющие, вы считаете, что Амур может попасть в плей-офф? Это то, что мы находимся так далеко от Москвы и от других клубов – это где-то даже преимущество наше. Потому что, когда соперники сюда приезжают, я знаю, как это тяжело сюда приезжать, в Дальний Восток. Даже когда мы домой возвращаемся, мне первые два дня у всех ребят акклиматизация происходит. То есть в этом наше преимущество в домашних играх огромное. То есть соперники приезжают сюда уже заведомо уставшими и знаю, что хотят быстрее уехать отсюда, потому что тяжело здесь играть. Не, ну а с точки зрения, например, селекции той же. Да, допустим, условный хоккеист, там, Иванов Иван Иванович, ему предлагают такую-то заработную плату, и при этом говорят, или ты едешь, допустим, в Ярославль, или ты едешь в Хабаровск. Ну, естественно, он выберет тот город, где ближе до Москвы, соответственно. А в Хабаровск он поедет, наверное, не за, там, грубо говоря, не за 100 рублей, да, а за 150. Ну, здесь тоже, кто какие цели преследует. Вот, и если, допустим, там, тот же условный Ваня Иванов, он хочет больше играть и больше получать игрового времени, то, наверное, вместо Ярославля он выберет Амур. То есть по каким-то таким причинам, если он хочет больше времени на льду, допустим, проводить, если, ну, это может, конечно. Понятно. Кстати, пока не забыл по поводу перелетов, ну, сюда, да, сюда лететь неприятно, но вам тоже летать приходится очень-очень много, и плюс еще я слышал, проблема в этого сезона в том, что вы летаете регулярными рейсами, а не чартерами. Да, у нас достаточно было чартерных и рейсов, и мы после Нового года, мы, в принципе, только на чартере летали. Может быть, конечно, могло быть и больше чартеров, но, в принципе, мы не жалуемся, все нормально. Тем более, вот, Лугаток, у него вообще режим всегда очень серьезный такой, он вне зависимости ни от чего от перелета, он всегда в 10 уже ложится спать, встает в 8, то есть полноценный сон у него всегда. Дело зарядок. Понятно. Сергей? Да, вот мы, простите, эту тему мы уже затрагивали в начале нашей беседы, речь пойдет о различных там предматчевых шоу и так далее. Понятно, что ваша работа не любоваться шоу, да, а выходить на площадку, играть, забрасывать шайбы, желательно побольше, конечно, от этого вас ждут и руководство клуба, и сами ждете, и партнеры, и болельщики, это само собой. Ну вот, например, я точно знаю, был на втором матче с Кузней, да, который Амур одержал победу, с этим мы вас уже поздравили, да, Мишу Фисенко с заброшенной шайбой, Диму Лугина с передачи, это мы уже проходили, прошу прощения, что повторяюсь. Так вот, перед крайней игрой, вот с Кузней не так давно, под сводами Платину Марены играл гимн Амура. Игорь Димарин там, это край настоящих парней, там, петь не буду, пою плохо. А вот как вам это событие, что гимн, который многие любят, он вернулся, и перед игрой он играл? Ну, я сейчас такое ранее слышал перед игрой, потому что я просто не обращал внимания, поэтому я не могу сказать. Не, ну, был наверняка по трибунке, я просто, сам факт, что перед игрой Амура сейчас играет гимн Амура, это хорошо, плохо? Ну, конечно, хорошо, если это гимн Амура, почему нет? Если, видимо, болельщикам это нравится, то, конечно, нужно включать. Где он раньше-то был? Почему раньше не включали? Ну, раньше не включали, я, это не ко мне, я просто отметил эту важную деталь. И сразу, как только появился гимн Амура, сразу команда одержала победу, потому что все спортсмены, они люди суеверные. Надеемся, что вот именно с этой точки мы стартанем вверх. Вот, вот. Смотрите, кстати, у меня вопрос по поводу плей-офф сейчас возник опять. То есть задача ставится в начале, да, вы сказали, сезона плей-оффа, когда уже понятно, что плей-офф призрачен, как-то корректируется действительно уже задача? Тогда какие цели преследуются у тренерского штаба, что вам говорят? Ну, сейчас, да, на данный момент мы уже потеряли все шансы на плей-офф, по-моему, единственная команда в КХЛ, в которой уже все мыслимые и немыслимые шансы, то есть уже нет никаких шансов. Поэтому сейчас задача просто на каждый матч отдельный, на нас сейчас каждый матч отдельный, как плей-офф, в принципе, получается, нам просто нужно как можно больше... То есть выполнять установки тренера, грубо говоря? Да, да. То есть тренер сейчас занимается чем? Занимается, грубо говоря, такими спаррингами, то есть у него есть возможность свои какие-то схемы отработать на реакцию. Реально просто хотим, как можно больше очков набрать, да и, может быть, где-то удастся Кузню обогнать, уйти с последнего места. Радовать болельщиков нужно, тем более, домом у нас еще, по-моему, четыре игры, нужно постараться вернуть болельщика, хотя бы, чтобы прошло на последние игры. Ну, вернуть-то не знаю, насколько получится в этом сезоне победы. Не, возвращаются, в Кузне уже больше народу было, чем на предыдущих домашних матчах после Нового года. У нас есть еще один телефонный звонок, алло, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Александр, у меня хотелось бы вопрос задать. Ребят, может, уже и задавали такой вопрос, но тогда все-таки команда заиграет и будет попадать в плей-офф. Это единственный вопрос, который вы хотите задать? Это да. Спасибо. Ну, говорили об этом, когда команда заиграет и будет попадать в плей-офф. Такой вот общий вопрос в ваших. Ну, когда уже, естественно, не в этом году, тогда уже давайте на следующую ставку сделаем. Я так думаю, что команда играет же сейчас, играет, да? То есть, я имею в виду, что наши радиослушатели, они имеют в виду, когда команда заиграет. Кому будем показывать результат? Кому, да, когда будет результат. В этом году уже в сезоне точно не получится показать какой-то хороший результат. Будем надеяться, что в следующем году, в сезоне вернее, мы начнем играть лучше и будем показывать результат. Нет, изменения происходят как в клубе, так и в команде. И мы видим бы и положительную динамику, и что само отношение к делу меняется вообще во всем, во всей платином арене, да, скажем так. Поэтому мы, ну, все, нам только остается самим надеяться на это. Мы сами хотим. Мы же тоже такие же, в принципе, болельщики и фанаты Амура. Поэтому мы сами хотим туда попасть. Не так давно на вашем сайте, на официальном сайте хокиньего клуба Амур была информация о том, что руководство команды предоставит, уже предоставило Раутокорпе на следующий сезон зеленый свет по поводу селекционной работы. То есть он, понимаю, будет выбирать, да, кого-то, каких-то игроков. Как вы думаете, обновиться на сколько команда? Ну, я думаю, он будет... Процентов. Мое мнение, я не знаю, так и не так, что он, наверное, за легионеров будет отвечать. Ну да, тоже. Мне кажется, все равно буду в первую очередь упираться в деньги, правильно? Ты можешь... И если у тебя много денег в команде, ты можешь любого игрока подписать. Но бюджет у нас не такой большой. Наверное, он... Не, ну не всегда же деньги решают. Иногда, когда человек подходит с каким-то, не знаю, может быть, смотрели какие-то художественные есть с Брэлем Питтом, там про бейсбол была речь. Смотри, забыл, что называется. И там вот он подбирал игроков не особо дорогих, но в результате команда там очень хорошо стрянул. То есть и подбирать игроков тоже нужно умеючи, да, зная кого. И связи, видимо, какие-то должны быть. Ну, то есть... Надо, чтобы все просто единомышленники были в команде. Чтобы мы вот были как одна единственная, прям вот семья такая большая. Поэтому так же иностранцы. То есть мы должны быть прям вот одной хорошей семьей дружной. Тогда будет... Поэтому, наверное, не игроки же играют, правильно? Ну, не имена играют. То есть есть много примеров, когда и с маленьким бюджетом люди выходят в клуб даже и в нынешнем чемпионате. Здесь все очень просто. Здесь защитник должен защищать, нападающий должен нападать. И тогда команда будет, собственно, тот результат, который должен... Будем верить лучше. Да, потому что и к нам в студию звонили не раз. И, собственно, сами мы наблюдали. Поэтому понятно, что вы игроки, вы этого не скажете и поэтическим, по каким-то вещам. Но все прекрасно, кто следит за хоккеем, за Амуром, понимают, что селекционная работа была проведена, ну, в начале сезона не совсем удачно. И много претензий высказывали наши радиослушатели и к защите Амура, и т.д. и т.п. Тем более еще и неудача в виде того, что Алексей Мурыгин, да, получил травму один. Сергей Борисов был на воротах весь сезон. Ну, не весь сезон, в смысле. До Нового года этот период. Я напомню наш номер телефона 757407. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. У меня есть, друзья, вот один такой фирменный вопрос. Я его задаю всем нашим гостям. Неважно, футболисты, хоккеисты, там, дзудаисты и так далее. Я задаю его вопрос всем. И вот в том числе вам сейчас задаю, Михаилу Фисенко и Дмитрию Лугину. Ребят, скажите, пожалуйста, а какая она игра, в данном случае вашей тройки нападения, да, она какая, она игра в идеале. Понятно, что, не дай бог, конечно, могут быть травмы. Фу-фу-фу, как говорится, это очень важно. Может быть, где-то какое-то, ну, взаимопонимание, может быть, куда-то уйдет. Но проблемы есть всегда. Где-то, может быть, недотренировались, где-то перетренировались. А вот давайте представим, что все замечательно, все хорошо, все здоровы, все готовы, все прекрасно. Какая игра вашей тройки нападения в идеале? Вот какая она должна быть? Ну, в тройке нападения, я не знаю, я, может, Луга не согласится со мной, мне кажется, что в идеале тройка нападения, если в ней будет я и Дима Лугин, то это такая физически, наверное, больше мощная такая тройка, которая больше, больше, много бросков, много добиваний, много, много борьбы. И, то есть, ну, вот в таком плане. Хотя Луга, на самом деле, больше такой техничный хоккеист. Такой наш китайский ковальчук, мы его так называем в раздевалке. Вот, он любит больше так по свободному льду покататься. Ну, хотя он и потолкаться тоже любит. Но больше я вот, если наша тройка, то это, конечно, борьба, какое-то желание такое неимоверное. Вот что-то такое. Ну, соглашусь, Михаил, конечно, без борьбы никуда сейчас в хоккее, потому что сейчас хоккей очень динамичный вид спорта, быстрые, маленькие площадки во многих стадионах, нужно много бороться. Но идеальная игра – это когда ты, мне кажется, мы уходим во втором звене, мы как минимум должны забивать хотя бы один гол и не пропускать. Мы должны вести команду за собой, должны делать результат, я считаю. Поэтому идеальная игра нужна, чтобы хотя бы по голику забивать каждую игру тройкой. Ну, а так того и глядишь, ну, не в этом сезоне это понятно. Например, в следующем сезоне ваша тройка станет первой, например. К этому есть такое стремление? Ну, всегда стремишься к лучшему, наверное. Поэтому будем стараться еще лучше играть. Кто сейчас в команде лидер? Есть лидер в команде? Я не говорю, там, лучший игрок, а именно лидер в команде. Лидер в раздевалке? Ну, да, например. Лидер в раздевалке у нас Михаил Фисенко, Дмитрий Тарасов. Они могут завести команду перед играми, всегда заводят. Говорят, ну, и ошибки. Ну, это, там, они не грубят ничего, это как бы нормальные рабочие моменты. Говорят, то, где ошибся, как нужно играть, где-то попроще сыграть. Не удаляться, стараться первые минуты, потому что на выездах команда очень резво начинает. Стараться 10 минут первых не удаляться. Поэтому ребята, вот Михаил Фисенко, Дмитрий Тарасов, постоянно говорят об этом. Михаила, не сложно быть лидером в раздевалке? Да я не такой уж лидер, на самом деле. Я просто, может, иногда разговариваю много в раздевалке. Не, но это уже хорошо. Сепологи говорят, если люди разговаривают, это уже хорошо. Не, иногда я много разговариваю, я сам это понимаю. Иногда многие устают от меня, вот. Но, как бы, никуда от этого не деться, я вот такой вот человек. Немного такой отвлечемся именно от Амура. Поговорим о хоккее в общем и целом, да? Вот сейчас много разговоров, только разговоров. Идет о том, что нужно обратить внимание руководству континентальной хоккейной лиги на азиатский континент. Много разговоров, вы знаете, да, прекрасно. Есть такая азиатская хоккейная лига, где выступает команда Сахалина. Вот ваше мнение, вот азиатский хоккей, вот он какой-то смысл в нем есть? В таком симбиозе российского хоккея с шайбой и азиатского? Или нужно оставаться там, где есть? То есть это Европа, понятно, и ориентир в идеале Северная Америка. Как относитесь вообще к азиатскому хоккею? Нужен он, не нужен? Ну, сейчас сказать, я никогда не видел, как играют азиаты. Поэтому сложно судить. Но мне кажется, ориентир делать на Азию, я не знаю, зачем. Мне кажется, КХЛ, Европа, Канада, мне кажется, это хоккейные державы. Поэтому нужно играть так, как сейчас играем. Я вообще только с японцами играл пару раз товарищеские, вот здесь, когда в Хабаровске и все. Ну, а от этого есть какая-то польза? Была вообще? Ну, если там какие-то, не знаю, какие-то темы свои отработать, может быть, травму там не получить, самое главное. Ну, вот у нас Сергей Плотников в гостях, когда был, мы ему задали подобные вопросы. Он сказал просто, а зачем? Это же лига слабая. Какое может быть развитие, если ты играешь со слабой лигой? Ну, и в слабой лиге, смысл? Ну, в принципе, мы, наверное, то же самое сказали, другими словами. В принципе, то же самое. Еще серьезный вопрос, уже касаемый структуры хоккейного клуба «Амур». Не секрет, что уже не первый год, ну, Дмитрий Лугин об этом знает получше, да, что у «Амура» нет фарм-клуба. Вот как вы считаете, необходим ли фарм-клуб хабаровскому хоккейному клубу или вот тех амурских тигров достаточно, этого хватает? Ну, не, в идеале, конечно, фарм-клубу не помешал «Амуру», потому что многие ребята, кто погода уже не подходит в «Амурские тигры» и не попадают в «Амур», получается, некуда идти. Где тяжело найти команду даже выше лиги, потому что везде все занято. Много ребят, кто хочет пробиться в хоккей. А так, если у тебя будет свой фарм-клуб, то ребята, которые заканчивают играть в «Амурских тиграх», могут идти играть в фарм-клубе и как-то развиваться. Так очень тяжело без фарм-клубов. Ну, это мое мнение. Ну да, я согласен, но в этом плане, да, я согласен, что ребят, которые вот заканчивают молодежный МХЛ, проходит МХЛ и дальше, кто не попадает в КХЛ, то, конечно, если будет фарм-клуб, то в ХЛ их, конечно, «Аэроклуб» устроит. Но если говорить о том, что как-то это поможет нам в чемпионате, то есть брать оттуда игроков, допустим, да, или кого-то отправлять туда, я не вижу в этом какого-то большого смысла. Понятно. У нас не так много времени остается, около пяти минут до конца разговора, поэтому хотелось бы уже так форсировать какие-то вещи. Например, ну, в частности, хочу спросить, «Раутокорпио» вас устраивает? Да. Однозначно, да? Да. Как вы считаете, на следующий сезон, то есть вы сейчас, вы сами уже сказали о том, что Амур заиграет, если только, ну, в следующем сезоне уже, этот сезон-то осталось несколько игр, да? Для того, чтобы Амур заиграл, я правильно вас понял, что необходимо все-таки состав команды, ну, как не то, чтобы там поменять? Ну, в общем, селекционная работа должна быть проведена. Ну, мне кажется, мне вообще кажется, на самом деле, что мы пытаемся этот сезон достойно закончить и уже плавно, уже начинаем готовиться к следующему сезону, потому что мне кажется, что тренер уже… Уже сейчас готовится к следующему сезону. Ну, мне так кажется, да, я не могу к нему в голову залезть. Ну, логично, логично. Да, не знаю, какие у него мысли, но мне кажется, что уже он и народ подбирает под себя и смотрит, кто где играть может и уже как-то рассматривает конец этого сезона как начало следующего. Он вообще амбициозный человек, Ротокорти? Как вы думаете, он хочет, это его первый клуб в КХЛ, он хочет здесь закрепиться, он хочет себя показать? У него амбиции есть? Да, да, безусловно. Еще такой вопрос, сразу пока не забыл, по поводу болельщиков на трибунах. Вот бытует такое мнение, да, многие спортсмены об этом говорят, хотя, например, у нас были парни из Панкратиона, да, тот же Бэтбой говорил о том, что когда он заходит в восьмиугольник, он вообще никого не видит. Некоторые говорили, да они мне даже мешают во время боя. Вот скажите, отсутствие болельщиков непосредственно во время игры, вот по-честному, сказывается полная трибуна или не полная? Или во время игры не замечаешь? Нет, когда полная трибуна, конечно, приятно. Все кричат, у тебя адреналин, эмоции, ты не чувствуешь усталость, ты ни о чем не думаешь, играешь в кайф такой, на кураже весь. Когда никого нет, как в театре, знаете, шина такая, ну, сам немного вялый. Ну, то есть, объективно, отсутствие зрителей, это сказывается, да? Не так интересно. Не совсем прям отсутствие, да, отсутствие аншлага. Отсутствие аншлага, да, ну, естественно, когда мы плохо играем, и болельщик себя по-другому уже ведут. Как относитесь с тем болельщикам, которые, не дожидаясь окончания матча, покидают трибуны? Ну, бывает. Мне кажется, их можно понять. Можно понять. Резонно. Резонно. Ребята, остается несколько минут, у нас такой вопрос в завершении нашей беседы. Ребята, вот помимо хоккея с шайбой, понятно, это ваша работа, это ваша любовь и так далее. Вот помимо хоккея с шайбой, есть какие-то предпочтения в спорте? Мне очень нравится бокс, люблю смешанное единоборство, UFC, очень люблю. На этот вид спорта я смотрю, ну, футбол, конечно же, куда же без футбола. О, хоккеист, который любит футбол, нечасто встретишь, честно, и наоборот нечасто встретишь. Я не очень хорошо в него играю, но я люблю его смотреть и болею за команду Реал Мадрид. Я фанат этого клуба, круто. И всегда смотрю, как они играют. Мы тут все за Барселону, Барселона, Барселона не. Михаил, ваше предпочтение. У меня после хоккея, наверное, следующий вид спорта это футбол. Тоже футбол, да? Да. Игра миллиона. Вот так. И остается минутка буквально, я не люблю эти вопросы, но все-таки надо. Нас много слушает разная аудитория. Ребята, вот тренировки, перелеты, игры, это все понятно. На личную жизнь время остается? Конечно, остается. Не так много, как хотелось бы, но хватает, поверьте, хватает времени. Провожу его с девушкой, с твоей, с друзьями, хуем в кино. Ну, а я, пользуясь случаем, хочу передать девушке Диме Лыгина привет. Тебя зовут Юля, передаю ей привет. Вот. Ну, да, у меня тоже хватает на все время. Отлично, друзья, большое спасибо. Я напомню, что у нас в гостях были игроки хоккейного клуба «Амур» Михаил Фисенко и Дмитрий Лугин. Ребята, удачи вам. Да, у вас по 10 секунд что-нибудь скажите болельщикам. Я хочу просто пожелать терпения и победы придут. Будем стараться, будем стараться, я вам обещаю. Спасибо за то, что пришли к нам. Надеюсь, это не последний раз такое начало. Итак, уважаемые радиослушатели, у нас были игроки Хабаровского «Амура» Михаил Фисенко, Дмитрий Лугин. Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч в эфире. До свидания.